Сегодня в Москве глава республики принял участие в заседании Совета по развитию сотрудничества с Кубой, одним из торгово-экономических партнеров Чувашии, и провел переговоры с деловыми кругами, с подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Мосты дружбы становятся крепче. В экспоцентре на Красной Пресне прошло вот уже десятое по счету заседание делового совета «Россия-Куба». Это очередной шаг на пути к развитию двухсторонних связей. Ключевая задача – расширять объемы товара оборота. Конкретные переговоры на высшем уровне открывают новые ниши для российско-кубинского бизнеса. И здесь, говорят члены делового совета, важны межрегиональные контакты. В этом году с послом Острова Свободы встречался и глава республики Михаил Игнатьев. Поэтому нам особо приятно здесь отметить, что в нашем сегодняшнем заседании принимают участие глава Чувашии и представители Мордовии, Самарской области, Воронежской области. Так что надеемся на то, что деловой совет будет максимально содействовать этому важному направлению сотрудничества. Большую работу по укреплению двухсторонних связей проводят и члены общества «Дружба с Кубой». Впереди немало планов, но важно помнить и о том, как все начиналось. Ключевую роль в развитии отношений с Островом Свободы сыграл первый космонавт планеты Юрий Кагарин. Традиции российско-кубинской дружбы основываются в таких поистине космических традициях и считают, что имеют и космические перспективы. Действительно в этом году 55 лет обществу советско-кубинской дружбы. Родека является преемником этого общества. В эти дни по всей Российской Федерации, в 10 субъектах Российской Федерации, проходит культурный фестиваль, посвященный 500-летию Гаваны. Одно из очень значимых мероприятий, совсем недавно состоялось в Чебоксаре, в городе Чебоксаре, который отмечал свое 550-летие. Это был праздник, совмещенный с юбилеем, можно сказать, юбилейным событием российской кубинской дружбы. Отметил, кроме Чувашской Республики, по-моему, у нас нет ни в одном пока региональных отделений, но раз есть экономические проекты, раз есть заинтересованность в экономическом сотрудничестве, мы считаем, что безусловно и должны быть региональные отделения. Без Чуваши мы никак не можем, тем более, что если говорить серьезно, у Чувашской Республики есть серьезные проекты на Кубе и намерения серьезные. Спасибо большое. Наши предприниматели всегда желанные гости на Острове Свободы, а у кубинцев по-прежнему пользуются спросом российские автомобили. Крупные концерны «Лиас» и «Газ» локализовали здесь свои заводы. В прошлом году зарегистрировано объем товарооборота в 388 миллионов долларов, что является рекордным значением за последние 15 лет. Позитивные тренды в торговле подкрепляются политической волей руководителей обеих стран. В таких условиях поддержка предпринимателей со стороны объединений деловых кругов является дополнительным стимулом к развитию сотрудничества, потенциал которого огромен. У Куба уже давно не только ром, сигары и варидеры. Потенциал развития большой. Куба нуждается в источниках альтернативной энергетики, промышленной техники и сельхозпродуктах. Эта страна также попала под санкции Запада и Америки. Готовы сопротивляться и идти вперед. Растет сплоченность народа вокруг наших лидеров. И мы уверены, что никакие нападки агрессии не смогут заставить Кубу свернуть с намеченного пути. Иностранные предприниматели, работающие на Кубе, могут получить все необходимые гарантии и правовую безопасность, гарантирование и защиту их интересов. Специальная экономическая зона развития Мариэль открыла уже более 40 центров бизнеса, в которых участвуют представители 21 страны. Чувашия продолжает расширять объемы экспорта. Глава республики отметил, что российско-кубинские связи должны строиться не только на экономике. Необходимо развивать и сферу туризма. Одним из направлений такого сотрудничества могло бы стать развитие медицинского туризма. В Чувашской республике работает целый ряд клиник, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. Хочу отметить, что дружба и сотрудничество в области медицины между Чувашией и Кубой имеют давнюю и добрую историю. Для сведения хочу сказать. Еще в 1989 году нашим главным врачом МНДК микрохирургии глаза Николаем Паштаевым по поручению офтальмохирурга-академика Святослава Федорова на Кубе лично Фиделию Кастре была сдана в работу новая глазная клиника. Кроме этого 47 лучших докторов под их руководством практически обучили офтальмологов-кубинцев. Итогом Российско-кубинского делового совета стало подписание рабочего плана на следующий год. В его рамках Чувашию планируют посетить предприниматели с Острова Свободы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...